Школу в микрорайоне Сарытау, поселка Зачиганск, начали строить в 2016 году. Объект стоимостью в 1,8 миллиарда тенге планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года. Но возведение школы в данный момент приостановлено. В недавнем интервью местным журналистом Акимобласти Алтай Кульгинов заявил, что все деньги, выделенные на строительство школы из республиканского бюджета, уже освоены. Сейчас директор подрядной организации ТОСВ+, который возводит эту школу, Сабит Утибалиев, находится по следствиям в Астане. Он проходит по делу Куандыка Бешимбаева, бывшего министра национальной экономики Республики Казахстан. Между тем, директор подрядной организации в телефонном разговоре отметил, что его участие в судебном процессе не влияет на ход строительства. Для организации рабочего процесса в его компании имеются заместители и другие компетентные специалисты. Сейчас объект стоит, потому что софинансирование из местного бюджета пока нет. Деньги будут, наверное, в конце апреля, в конце мая. Собственных средств у компании строить школу нет. Будем ждать финансирования. За месяц до начала финансирования мы начнем работать. Там 185 миллионов софинансирования осталось. В ноябре мы средства республиканского бюджета освоили на 90% школы. Готово. В основном осталось установить оборудование. То, что мы не успели в очередной асфальт положить, а зельнее не сделать вот эти работы. В городском отделе образования сообщили, что именно в поселке Зачиганск ощущается дефицит ученических мест. Зачиганске у нас дефицит ученических мест наблюдается. Острый вопрос стоит у нас в школе номер 10. 47-я. Вот новая школа всего третий год работает. Там тоже сегодня в связи с водом жилых комплексов горд растет, как вы сами видите. Поэтому, соответственно, актуальность, он и имеет место быть. В Зачиганске у нас и 30-я школа тоже переполнена, так скажем, сверх проектной мощности. Там дети обучаются. Поэтому мы ждем эту школу в любом случае. В управлении строительства сообщили, что сдача объекта в эксплуатацию переносится на лето 2018 года. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.